Ну что ж, друзья, продолжаем наш эфир, эфир бизнес-канала на Финам.ФМ и теперь время бизнес-класса. Тема сегодняшнего бизнес-класса, на первый взгляд, парадоксально, но только на первый, на непосвященный, сегодня мы посвятим вас обязательно в эти тончайшие, глубочайшие знания и умения. Вы назвали его так «Бизнес и спорт». В гостях Михаил Громов, соучредитель, генеральный директор компании «Три Спорт». Добрый день, Михаил. Здравствуйте. И в гостях Андрей Колпаков, управляющий партнер «Дэвид Вордон Коучинг». Андрей, добрый день. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему эфиру. Напомню, телефон студии 6510-99,6, код города 495, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, спрашивайте, ну и поделитесь сами, своими, может быть, какими-то жизненными опытами по поводу того, насколько совмещаются бизнес и спорт. Мы начинаем наш эфир. Я единственный, уважаемый гость, и вот хотел вас о чем спросить. Буквально некоторое время назад в первой части бизнес-канала в сухом остатке мы говорили с Сергеем Савином о множественном источниках дохода. То есть каждый человек имеет возможность зарабатывать, ну так сказать, множественными способами. Ну какими-то несколькими, как минимум. То есть я работаю на основной работе, а еще монетизирую свои навыки и умения, которые вроде бы, да, раньше просто ничего кроме удовольствия мне не приносили. Это ваш случай, я так понимаю, Миш? Ну да, то есть идея, она зародилась от того, что сначала это просто было увлечением, потом ты погружаешься в процесс, это отнимает у тебя много времени, вот. И так или иначе становятся твои профессии. Ну так грустно ты об этом говоришь. Погружаешься в процесс, это отнимает у меня столько времени. Нет, нет, я сейчас буду говорить немножечко по-другому, потому что через два дня у нас спортивно-массовое мероприятие, вот тоже очень много проблем еще. А, я понял, ты в нем сейчас, в мероприятии в этом, да? Да, поэтому. Замороченный. Андрей. Ну, у меня обратный способ в случае, потому что это мой единственный источник дохода, этот проект Дэвид Уорден Коучинг. Ну, это издавна у меня так повелось по жизни, что я предпочитал отдавать себя одному делу целиком. Ну и такая возможность, собственно, да, появилась? Да, именно там очередная возможность, да, сконцентрироваться на одном деле. Я начал заниматься спортом с 2002 года, и через 10 лет это стало моей работой. Здорово. Ну, опять-таки, это могло бы стать работой, суждение, я стал профессиональным спортсменом. Это не совсем ведь так? Да, это совсем не так, потому что мы, я не стал профессиональным, и мы работаем, наши клиенты, это не профессиональные спортсмены, это обычные люди, которые много работают, которые участвуют в соревнованиях, которые проводит Михаил, и будет проводить в это воскресенье, и, да, и, соответственно, вся наша работа заключается в том, чтобы помочь им вполне реализовать себя в спорте, уберечь от травм спортивных, лучше подготовиться, может быть, меньше времени потратить на тренировки и больше провести с семьей, с близкими, с друзьями. Я понял. Михаил, ну давай поподробнее, вот, собственно, компания Триспорт, о ней можно, да, чуть больше рассказать, и, может быть, даже о мероприятиях, которые планируются на эти выходные. Да, расскажу немножко о компании, то есть мы выросли из энтузиастов, первые наши проекты были, это такие соревнования для друзей, вот, которые были там, с количеством участников 150 человек, мы выросли в соревновании с количеством участников 2500-3000 человек, вот, и по мере вот нашего роста мы понимаем, мы, во-первых, обрастали материальной базой, вот, и получали экспертизу, то есть на сегодняшний день в России, может быть, там еще один-два коллектива имеют экспертизу такую, как мы имеем. А что такое экспертиза в этом контексте? Ну, экспертиза взгляда, вот, такого, обывателя, вот, организация мероприятий, это выйти и щелкнуть секундомером. Да, и все побежали. Всех за себя, да. На самом деле это очень большой путь от нулевого цикла до, там, не знаю, подведения итогов. Вот, то есть очень-очень много, вот, тем более, когда мероприятие становится большим, очень большая работа направлена на взаимодействие с властями, с административным ресурсом. Я бы так даже сказал, что это наши спонсоры. Административные, да? Да, если они как-то нам не идут на встречу, то у нас ничего не получается. Вот, поэтому здесь, там, я скажу, что когда мы организовали триатон, надо было порядка девяти служб, службы, вот, муниципальных, государственных задействовать, включая ФСБ, вот. Вот, поэтому, да, все это занимает очень много времени, вот. И мы, вот, ну, нарабатывается какая-то вот клиентская база, то есть это база участников, контакты с кем надо, куда ходить, то есть чтобы все правильно сделать, чтобы потратить наименьшее, там, усилие. То есть первый раз, когда мы это проходили, сталкивались прямо буквально, не знаю, в стену попадали, потому что еще, там, с департаментом природопользования, вот, там, тут нельзя, там нельзя, вот. Кстати, ну, в частности... Мы к ним приходим, рассказываем идеи, они на нас смотрят, там, ребят, вы что? Вот. А потом второй раз мы приходим, вот. А, кстати, вот эта вот их реакция, ребят, вы что, она с чем связана? С тем, что им просто шевелиться не хочется? Да, да, у нас построена в стране такая выстроенная система, что за хорошие дела никого не хвалят, ни рублевым, ни хорошим словом. И обычный чиновник, он не замотивирован идти навстречу таким вот ребятам, как я, тем более мы ООО. То есть если мы какая-то... Они говорят, вы еще и деньги берете за это? С ума сошли. Да, то есть что, вас люди бегут, полумарафон, и они еще и деньги приносят. Еще и деньги платят. Да. Да, а чиновнику порой очевидные вещи. У них вот эти вот кирпичики не складываются, и они думают, ну, какие-то с другой планеты приехали, что-то тут говорят, какой-то полумарафон. Тем более у всех там триатлоны, биатлоны, это одно и то же. Марафон, полумарафон, это четыре километра, знаете, там, Сбербанк проводил марафон. Четыре километра. И вот пиар был большой, и все подумали, что марафон — это четыре километра. Там Греф бежит, там, марафон. Вот, и вот все такие, е-мое. Вот, ну, знающие люди начали быстро там в интернете копать, где же Греф пробежал 42 километра. Вот, они там другая совсем дистанция. Вот, поэтому мы в этом получили экспертизу. Вот, мы знаем, как, что там, то есть вот гонка, там, не знаю, 400, 600, 1000 человек. Мы знаем, с какими подрядчиками надо, сколько это будет стоить, вот, чтобы качественно провести, сколько это нужно людей. То есть у нас гонки такие эпические, там, надо терпеть, надо кормить людей. Вот, то есть там надо ориентироваться на количество людей, которые в этом вообще ни разу не принимали участие, потому что они подбегают к первому пункту питания, еще бежать там 20 километров. Они уже на первом начинают хотят наесться с проком. Борщ сегодня, да, с помпорщиками. Вот, мы в этом получаем экспертизу. Но надо сейчас признаться, что вот наш вот проект, хоть у нас передача такая про бизнес, вот, он немножко не бизнесовый. То есть мы сейчас всеми там силами пытаемся какую-то нулевую там точку, баланс какую-то держать. Но он не бизнесовый в каком смысле? Пока он не приносит денег. Он не приносит, да, денег. Я не знаю, что это за инвестиции, которые мы в него делаем. Там же есть такие... Нет, ну, подожди, изначально все-таки это ставилось именно так, что мы будем... Нет, изначально не было такого, понимаете? То есть изначально действительно хотелось просто донести до людей, что есть спорт, он, ну, как бы, к спорту может быть причастен каждый человек, не только те люди, на которых мы смотрим по телевизору. Вот это была идея. Я сам начал заниматься спортом вот в возрастном возрасте. И я сталкивался с тем, что люди меня просто не понимали, не понимали, почему я не иду с ними на встречу после работы пить пиво. А у меня был там план тренировок, вот, и я готовился к какой-то... Вот я видел успешный опыт организации спортивных массовых мероприятий там в других странах, в Европе, в Америке. Вот, я на все это смотрел и думал, ну, люди же одни и те же, мы же нации далеко не глупые. То есть мы, может быть, где-то там из-за того, что у нас были тяжелые времена, отстаем там, ну, потому что мы как бы наращиваем там, не знаю, наше благосостояние, вот. Но рано или поздно, в 3-4 года, 5 лет люди проснутся и поймут, что надо заботиться там о гигиене, там, себя. То есть надо постоянно что-то делать, потому что у нас природа таким людей создала охотниками. Там мужчины-охотники, женщины там, хранительницы очага. Ну, так или иначе, надо заниматься. Мужчина-охотник должен быть в тонусе всегда, правильно? Если он каждый вечер идет пить пиво, ну, какая от него охота потом? И люди там... На что охота? Там, не знаю, занимаются, ходят в баню, зубы чистят все, да? И они понимают, для чего они идут. Но они не понимают, почему там человек встал там... Сделал зарядку. Сделал зарядку, побежал. Вот. И вот эта вот идея, она... То есть не быть там, не знаю, вороной какой-то. Ну, да. Спасибо, Миша. Мы сейчас прервемся, Андрей. Прервемся, послушаем новости на Финам-ФМ. И после новостей продолжим эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам-ФМ. Сегодня мы говорим на тему бизнес и спорт. Напомню, в гостях Михаил Громов, соучредитель, генеральный директор компании 3Sport. И Андрей Колпаков, управляющий партнер Дэвид Ворден Коучинг. Телефон прямого эфира 651099,6, код города 495 и сайт компании finam.fm. Можете присоединиться к нашему эфиру, задать свой вопрос моим гостям, либо прокомментировать собственную точку зрения. Как раз вот важный момент. Мы сейчас об этом говорили с Михаилом. Как бы переориентировать того самого... Ну, мужчину прежде всего, поскольку у нас в студии сейчас мужской состав. Да, на то, чтобы он не терял этого гордого звания, да, держал себя в тонусе. Андрюш, расскажи, пожалуйста, о компании, собственно, Дэвид Ворден Коучинг. У нее задачи какие? Ну, в отличие от Михаила, эта компания сразу была создана как бизнес-проект. С другой стороны, история, опять же, такая же энтузиастская, потому что такой продукт, как дистанционный коучинг, он неизвестен был в России. И откуда он вообще начался? Я бы сказал, что он начался с подготовки к айронмену. Это такая вершина совершенства, что ли, в спорте. Это дистанция, где нужно плыть 3,8 километра, ехать на велосипеде 180 и бежать целый барабан. Вот о триатлоне мы сейчас говорим. 42, да, 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 это триатлон. И почти все мужчины, когда слышат такую вот эту дистанцию, они сначала говорят, что это невозможно, потом они говорят... Еще раз давай, подожди, это очень интересно. Как выглядит этот супер триатлон? Значит, что сначала делается? Плавание в открытой воде 3,8 метров. В открытой воде это... Давайте познакомим чуть-чуть. В общем, американцы придумали бизнес-проект, опять, в спорте. Они придумали гонку на выносливость, которая, ну, можно сказать... Почти никто не вынесет ее, да? Нет, нет, ее... Это очень... Там очень много финишеров. Там 3,5 тысячи каждую неделю, два раза в неделю. Это в Европе только. А в Америке там, наверное, еще больше. Просто в разных концах страны. Вот. Ну, все хотят попробовать. Потому что вот я посмотрел, там, у меня соседи все в этом поучаствовали. А я вот тут сижу, вот как бы, да. Американцы придумали такую дистанцию Ironman. Они придумали ее там в 70-х годах. И 4 километра плыть, 180 ехать и 42 бежать. Все надо по очереди, не останавливаться. Ты можешь, конечно, посидеть, там, где-нибудь отдохнуть, но время не останавливается. Все идет. А это все на время, да? Да, это все на время. Просто на выносливость. Вот, они придумали вот такую дистанцию. Вот, и вот, слушай, давай дальше. Да, вот эта дистанция, она начала популярность в мире завоевывать в 80-х годах. А в России, я бы сказал, что она завоевывает популярность только сейчас. Потому что несколько лет назад было, может быть, 20 или 30 таких людей в России. Сейчас их порядка 200. Через пару лет их будет 400 или 500. И я думаю, что мы просто повторяем картину западного мира в этом смысле. И вот эта цель, она очень сильно цепляет людей. И вот если сравнивать с какой-нибудь задачей вроде как сбросить вес, эта задача часто не выполняется, потому что она... Или иначе, заниматься спортом. Нет критерий, нет целей. Она не конкретная, просто говоря. Да, и к ней люди поэтому не могут идти. И те же самые люди, которые не могут заставить себя ходить в фитнес-клуб, они же делают айронмен, они подводят себя к этому, они тренируются, сбрасывают вес. Все у них получается просто потому, что это та цель, которая мотивирует. И мне кажется, сейчас как раз это и происходит, что люди, начиная бегать даже, они думают не про 5 километров или 10 перед работой, а они прежде всего думают про интересные цели, интересные жизненные мероприятия, такие как марафон, триатлоны. айронмен. И вместе с этим меняется их образ жизни, они начинают тренироваться. И вот эти ежедневные тренировки, здоровье, оптимальный вес, это уже следствие однажды цели, которую поставили правильно однажды. Есть такая фраза среди триатлетов, как стать айронменом. Нужно зарегистрироваться на соревнованиях. Все остальное получается автоматически. Регистрация. Правильно я понимаю, что вот американцы, ну понятно, что они, ребята, у них мозги повернуты на это дело. То есть они нашли просто сильную мотивацию. Потому что разговор о том, что я хочу похудеть, или я сейчас займусь спортом с Нового года, или с понедельника, да, или я еще там что-то, фитнес-клуб себе купил, да, за 150 тысяч рублей, били, этот самый, карточку, она у меня вот здесь лежит, сердце греет, я ходить туда не хожу, правда, но зато я отметился. А вот здесь есть мотив, да, пожалуйста, вот этот триатлон, и все. Ну да, то есть, ну тут американцы, они же тоже хитрые такие, они всего деньги извлекают, у них там страна такая, вот. И у них же сначала бум, там бег был, то есть они сначала начали все бегать, бегали, ну сейчас в Нью-Йоркском марафоне по 50 тысяч там участвовало, 50 тысяч участников пробежало 42 километра. Со всего мира нам туда едут, 120 тысяч заявок, они сначала лотереи, потом из даже по 200 тысяч, они, вот, потом это чуть до Европы докатилось, сейчас вот Берлин был лидером, там, в Европе, вот, по количеству, сейчас в Берлине стало, там, то есть раньше Берлин закрывался, там, за месяц до старта, вот сейчас Берлин тоже лотерея, потому что участников больше, чем Берлин может принять. Город стоит два дня, ну, как бы такие вот цифры. Вот, потом, ну, пробежал марафон, ну и что, там их бегать, ну можно их собирать по самому миру. Они придумали новую такую штуку, вернее, они ее сэволюционируют, то есть она была, они ее просто, блин, это же круто, может быть, могут приносить деньги. Они взяли и сделали бренд такой, Iron Man, вот, не назвали красивый, а, кстати, вот, в какой момент деньги-то возникают? То есть для того, чтобы принять участие в этом мероприятии, нужно заплатить денег? Нет, деньги возникают, вот тут я могу, наверное, ответить более правильно, деньги возникают, когда это популярно, когда все хотят посмотреть, когда есть какая-то, какая-то маркетинговая отдача от этого. То есть деньги от рекламодателя, я так понимаю? Деньги от рекламодателя первых. Но популярные мероприятия, такой как Iron Man, эпическое, они еще и стартовые взносы делают большие. Зарегистрироваться на Iron Man стоит с комиссиями 500 с чем-то евро. Ну, это прилично. Это как бы большой стартовый взнос, платишь там, вот, и, то есть, ну, я скажу, что обычно стартовый взнос идет, вот, как по опыту, стартовый взнос идет практически полностью на организацию. То есть количество, там порядка 5000 волонтеров, то есть их надо где-то разместить, накормить. То есть там... То есть это затратная такая история. Да, сумма большая, но там 90 километров трассы, велосипедный, ну, обычный круг. Это ее надо полностью выиграть, обеспечить движение, скорой помощи, там все. Это все больницы должны работать только на тебя. Потому что постоянно, вот я, ну, кстати, вот Iron Man там прошли вот этот путь уже. Вот, и когда я просто приехал и сидел в палатке... А где вы были? В том году я был, нет, в Австрии, два года назад я был в Германии. Вот. И ты постоянно слышишь звук сирен, то есть там, я не знаю, сколько скорых, просто постоянно уезжает скорых. То есть человек приезжает, он отдает последние силы, его там раз, и все, на носилки увезли. Постоянно сирена, прям она вообще вот в этот день, я перевожу это все в деньги. То есть обычно, вот, заработок, ну, наверное, там, я не знаю, там, в ихне каши-то, я не был, вот, среди организаторов Iron Man. Пока. Да. Пока не был. Скорее всего, идет от спонсоров. То есть спонсоры, ну, там, допустим, когда идет гонка, у них есть специальный трекер, где ты можешь просто наблюдать за движением своего, там, друга, товарища, не знаю, члена семьи. Вот. То есть это тоже надо ведь устроить, да? Да, да, вот этот вот единый портал, то есть они там трансляции делают, там, все красиво, съемки с вертолета, там, вот, и действительно, конечно, наверное, большие маркетинги, бюджеты, вот, и они, наверное, вот эту вот финансовую модель подпитывают, и это для них бизнес. Андрей, а чтобы зарегистрироваться у вас на портале, нужно деньги какие-то платить? Ну, то, чем мы занимаемся, это мы помогаем, то есть человек зарегистрировался на Ironman, и после этого он подумал, как мне тренироваться? Мы отвечаем на этот вопрос, и что мы делаем? Это, собственно, полностью ведем спортсмена, тренируем его к этой дистанции, и тут единственное... Подожди, мы отвечаем на его вопрос, или непосредственно занимаемся его тренировкой? Да, непосредственно занимаемся тренировками. Удаленный доступ? Удаленно мы видим все, в каждой тренировке все данные по спортсмену, у него пульс, скорость, мощность, где он бежал, GPS-координаты, и все это видим. И почему такой удаленный формат работает, и почему не работают для Ironman личные тренировки? Потому что для этого нужно, ну, минимум 8, наверное, тренировочных часов в неделю, это, то есть, 5 или 7 дней в неделю, некоторые тренируются и по 2 раза в день, и просто невозможно, особенно в условиях Москвы, приезжать к своему тренеру столько раз. Я понял, Андрюш, спасибо, сейчас приведемся у нас, рубрика «Вне времени», потом продолжим эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир, бизнес-класс на Финамо ФН, сегодня в студии Михаил Громов, соучредитель и генеральный директор компании «Три Спорт», и Андрей Колпаков, управляющий партнер «Дэвид Ворден Коучинг». Мы говорим на тему бизнес и спорт. Я напомню, телефон студии 6510996, код города 495, и сайт компании «Финам.фм». Продолжим наш разговор, Андрей, по поводу взаимоотношений непосредственно с желающими принять участие. Да, собственно, это и есть наша услуга, за которую мы получаем деньги, в чем, ну, такой бизнес мне чем нравится, наверное, больше, чем организация соревнований, потому что мы продаем то, за что получаем деньги. В случае с организацией мы делаем добро одним людям, а платят нам за это другие. Поэтому в своей компании я чуть комфортнее себя чувствую. Да, это нормально. Возвращаясь, да, вы как бы сравнивали, что в Европе, что в Штатах. Мы тут в связке. То есть мы делаем повод, а они тренируются под этот повод. То есть, вот, ну, Андрей просто рассказывал, наверное, краткий итог. То есть, вот этот Ironman, люди, бизнесмены, сейчас очень модно, кстати, вот, среди, успешных людей вот ставить такие великие цели в спорте, потому что, наверное, уже во всех других областях они уже достигли каких-то высот. А тут вот надо вспомнить молодость. Вот, и действительно, у них там не было какой-то спортивной школы, база, они с нуля, им нужна отправная точка. Что делать? То есть, да, вот я вижу, что такой же, как и я, поучаствовал в Ironman, преодолел дистанцию, а мне-то что, велосипед купить, что дальше там? Бегать, что дальше? Идут к Андрею, и говорят, что мне? А они говорят, все, вот сегодня просто бегай спокойно. Вот, больше ничего, завтра спокойно плавай. И вот так вот мы... И сколько, кстати, времени на это потребуется, чтобы, ну, более-менее подготовить там? мы уже... Ну, все с малого. То есть, допустим, мы тоже спортсмены, так сложилось, что мы все знаем изнутри. все очень... Ну, во-первых, это действительно надо смотреть индивидуально, есть ли база человека. Может быть, он мастер спорта по ложным гонкам, участник олимпийских игр. Он чуть-чуть там вспомнил. И все. Приехал, и там поехал то же самое Марчелонгу. Очень много эпических гонок, лыжных, там, в Европе особенно. Вот. Кто-то вообще с нуля ни разу в жизни, там, ни на велосипеде-то не ездил. Вот. Там, ему надо маленькие задачи ставить, там, спринт ряд, он или отдельный участник, отдельные какие-то вещи тренировать, там, научиться плавать. Некоторые люди вообще не умеют плавать. Вот. Интересно. То есть, ставят уже такие, да, гигантские задачи глобальные. Ну, любую задачу надо решать, там, декомпозиция. Поступенно. Да, маленькими-маленькими-маленькими шажками сначала. Наш опыт примерно в том, что человек здоровый, не имеющий лишнего веса и особого опыта в спорте, то есть, оптимальное время подготовки к Ironman для него, это 18 месяцев. Часто люди, которые делали Ironman сами, говорят, это мало, нужно намного больше, потому что первые, тренировались к этому дольше. то есть, у меня это, скажем, 10 лет заняло, но я не торопился. А сейчас люди начинают, именно, сразу видят цель свою изначально, Ironman. И, в принципе, нет смысла растягивать слишком сильно, потому что, по ходу, теряется мотивация. То есть, нужно не торопиться. Есть случаи, когда с нуля, ну, просто крепкое здоровье у человека, но никакого опыта предварительного в плавании, в велосипеде, в беге. Проходит 7 месяцев, он Ironman. Да. Здорово. Ну, здорово. Каждый, там, идеология такая, ты финишировал, ты победитель. Ну, вот в этой гонке, там, очень большое тоже непонимание среди тех, кто смотрит на это со стороны, говорит, ну, там, ты призы какие-то выиграл. Ты что, с ума сошел? Я проехал 480, какие мне призы нужны? То есть, я вот это все, вот я живой. я сам себя, да, преодолел, вот это главное. Я там, все, у меня такой позитив. Про призы спрашивайте. Это вот нам внушили, вот, и, кстати, вот я, как там, представитель направления, не знаю, который вот тут, в спорте, да, вот мы говорим, кстати, про бизнес и спорт. Я так в рекламу подумал, у нас вообще, то есть, спорт и бизнес, это только, либо торговля, а так вот, услуги, наверное, это вот мы пионеры, там, я, Андрей еще, может быть, там, то есть, у нас в спорте есть бизнес, только связанный с торговлей, спортивным инвентарем, экипировкой, вот, тут, конечно, все тоже взаимосвязано, вот, а услугами, как бы, никто не занимается в России, вот, и вот мы пытаемся что-то сделать, потому что нам это интересно, и, когда мы этим занимаемся, получаем, мы, ну, с душой, да, вот, я говорил о том, что это такой, в большей степени социальный проект, вот, то есть, нам охота, прежде всего, сделать что-то, такое вот, качественное, хорошее, доброе, вот, и, как я вернусь к тому, как вот, вы помните, вот, сказали, как вот обычных людей со страны, переориентировать, переориентировать, да, подведу итог, то есть, надо поменять идеологию, которую нам навязали, то есть, про призы, про разряды, не знаю, про то, что, вот, надо ее, там, вернуть нормальную русло, о том, что, прежде всего, это, опять же, здоровье, вот, это, ну, динамика движения, то есть, надо выходить, двигаться, там, неважно, просто проводить время на свежем воздухе, это тоже спорт. Здоровье, здоровый образ жизни, правильно? И, вот, наши вот мероприятия, вот, те, которые мы организовываем, они как раз рассчитаны именно вот на эту аудиторию, то есть, вот, те мероприятия, которые мы делаем, они не славятся призовыми фондами, вот, они, в большей степени, там, направлены на обеспечение вот комфорта участников, то есть, мы очень большой акцент делаем на семейное участие, то есть, у нас обязательно есть детский старт, вот, и тоже через детей, вот, потому что, вот, ты сам не занимаешься, тоже, кстати, такой вот парадокс, люди сами не занимаются, мам не занимаются, папа не занимается, они не понимают, для чего, почему взрослые люди, их сверстники занимаются спортом, но они хотят, ребенка отдать в спортшколу, вот это вот, тоже так, вот, и тут вот, как бы такая вот, вот, на границе, вот, происходит внедрение, что ли, в мозг того, что, все нормально, вот, посмотри, вот тут у нас куча таких людей, как и ты, ты в своей аудитории, вот, все такие же, среди единомышленников, нет профессионалов, нет призов, ничего, вот мы просто вот встречаемся, общаемся, соревнуемся, вот, финишируем, вот, расходимся по домам, и это классно, типа, как пикник такой, вот, но только со спортивным уклоном, вот. Андрей, ну, давай еще раз вернемся, непосредственно, да, к тем, чем ты занимаешься, очень интересно понять, Миша сейчас начал об этом рассказывать, кто эти люди, можно ли их каким-то образом, да, по социальным группам разнести, по возрастным категориям, да, мальчики, девочки, тетеньки, дяденьки, на твой взгляд? Угу, ну, у меня может быть немножко ограниченный взгляд, потому что персонального тренера себе может позволить не каждый, поэтому... То есть это дорогое занятие, да, поэтому... Это порядка 12 тысяч рублей в месяц стоят тренировки, и поэтому, то есть мы в свои, работе видим верхний, средний класс, скажем, или там, верхний класс, вот, мы не видим, к сожалению, не помогаем вот в основной такой работе, всем людям, которые тренируют, ну, может быть, ну, больше половины мы, наверное, пропускаем мимо себя, не видим ее, но, к счастью, что люди тренируются, вместе выступают, и на соревнованиях это... Ну, каждый раз соревнования, это не повод выяснить, кто сильнее, а повод хорошо провести время на выходных, в Москву пришла, в частности, такая революция бега, скажем, из Англии, сейчас начали каждую субботу в парках Москвы проводиться забеги на 5 километров, там не нужно платить стартовый взнос, туда люди приходят... Как в Англии? В Англии нужно платить? Нет, в Англии это... это основа идеологии. Я просто к тому, что если в Англии нужно платить, Миша, а у нас нет, то из Англии потянутся уже. Но из Англии, наверное, не приедут, но это просто такой прекрасный способ начать субботу, пробежать 5 километров с друзьями, попить чайку потом после этого, особенно в нынешнюю погоду. Иногда встаешь просто неохотно ничего, это как человек, который с тренировочным процессом связан, вот тут ты знаешь, что ты обещал друзьям быть там, вот, там на лыжной трассе. И все в порядке с мотивацией после тренировки, то есть если утром еще делать ничего не хочется, или вечером устал после работы, тренировка, ну вот мы считаем так, что первые 6 часов тренировок в неделю, это не то время, которое мы отнимаем у работы, это то время, которое мы инвестируем в работу. Больше начинается другая история, но первые 6 часов, это точная инвестиция. Я просто вспоминаю, да, по себе с вами согласен. Бывает сложно себя заставить, но потом, когда ты это сделал, у тебя есть мотивация какая-то, да, и потом ты так вспоминаешь, думаешь, боже мой, вот 2 часа назад, прям так меня ломало, а сейчас какой я молодец, что я себя заставил. Ну, вообще, вот я тоже присоединюсь тут в таком аспекте, хочу рассказать, что все диктует мода. Вот есть мода на спорт, люди будут заниматься спортом, но эту моду создают, вот как бы СМИ, вот, и успешные люди, на которых все равняются. Вот это вот, ну, на мой взгляд, вот так вот. То есть, если кто-то там, не знаю, в каких-то одеждах, в лохмо этих, тренируется, на него никто смотреть не будет. А если люди там красиво собрались, бегут, вот, на них уже обращать внимание. В основном, это люди, конечно, успешные, лидеры, потому что, как бы сложно менять стереотипы. То есть, это нужно специально. Миш, да, я с тобой соглашусь. Вспоминая о том, о чем ты уже говорил, о социальной составляющей вот этого всего, конечно же, наверняка, в интересах и государств, прежде всего, формировать эту моду. Потому что, вот есть... Государство. Нет? Государство, оно, я вам скажу, оно, у него, оно не имеет инструментов. Оно воздействует напрямую через то, что у него осталось с времен, не знаю, ну, в общем, Советского Союза. Тот материал, да, они пытаются, вот, из него сделать олимпийский. Потому что, государство оценивают по его, там, месту на международной арене, вот, не знаю, в том медальном зачете. И, тут, вот, как бы, у государства есть два пути. Либо выжить то, что есть, и получить какие-то медали. Выжить, выжить из тех, из тех, что... Да, да, да. Вот это вот прямо буквально. Либо заложить фундамент через вот таких, как я. То есть, сделать, ну, просто спорт очень популярным, чтобы, как в Норвегии, там, не знаю, сколько там миллионов, 4-8, забыл, цифру сколько, там 50% занимаются лыжными гонками. Вот. А эти 50, а другие 50, это просто люди детсадовского возраста или уже там пенсионеры блоком. Вот. Поэтому, ну, я говорю, то есть, либо закладывать фундамент и делать, потому что там люди, некоторые чувствуют признание в спорте, они дальше это культивируют. А у нас сейчас, ну, там, пытаются из одного талантливого, там, сделать, там, звезду. Там надо, как, не знаю, делать большую скамейку запасных. У нас этого вот не будет, пока государство не обратит внимания на, просто, на обычных людей, на, вот, спорт внутри, просто, массу. А, кстати, вот вспомнил ты, советские времена, вот там был этот фундамент? Там. Детские, юношеские, спортивные школы. Очень много было. Как сейчас вспоминаю. Я сейчас просто не того возраста, чтобы это все. Я помню, было. Я просто не понимаю, почему мы играли в хоккей, почему в коробки, вот сейчас же тоже коробок много по нас строили. В этих дворах, да, есть коробка, фундамент, зимой какие, да. Ну, это в Москве, кстати. Вот мне очень... И за пределами Москвы? Нет, не построили еще. Не построили еще. Так, что-то строят. Да, ну, в Москве очень много, но никто не играет. У меня, изумительно, тартановая там площадка, которую можно залить, не знаю, вообще пустует. Турники все пустуют, понастроили все, действительно. В Советском Союзе, я просто помню, что там не пробиться было. Конечно. Вот. И потом это было нормально. Вот я чуть постарше. На вывежих, да, в школе. Что мы делали, да, после школы, допустим, или там, если это во вторую смену, то с утра обязательно во двор, пойдем во двор. И что, либо в хоккей поиграем, либо побегаем, либо давайте прервемся, ностальгия меня тут обуяла. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем наш эфир. Последнее, к сожалению, осталось 12 минуточек у нас уже, ностальгировали. Прослезился, я даже вспомнил. Детство золотое, как прекрасно было. Боже мой. Ладно. Напомню, значит, в эфире бизнес-класс мы сегодня обсуждаем тему бизнеса и спорта. В гостях Михаил Громов, соучредитель и генеральный директор компании Триспорт и Андрей Колпаков, управляющий партнер Дэвид Ворден Коучинг. Ну и на всякий случай телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании финам.ФМ. Ладно. Прочь грусть. Прочь грусть. Давайте о веселом поговорим. Ну то есть возвращаемся. Действительно, проблема вот такая государственная масштабная, Миша, да? Про взаимодействие. Вот. Когда вот, то есть как сделать что-то популярное, как сделать базу. Надо, во-первых, тоже вести правильную какую-то политику государства, направленную на всеобщее оздоровление. вот. И тут вот, я просто могу вот свой пример там рассказать. У нас пробег вырос и нужно перекрытие там части улиц, потому что много, количество народов, им интересно тоже участвовать. Ты когда-то соревнуешься среди 10 человек или среди 3 тысяч человек. То есть это большой поток, тебе трудно, и ты видишь, что вокруг тебе тоже много людей, которым трудно, и ты вот в этом эмоциональном настрое преодолеваешься. Преодолеваешься. Да. Вот. И как бы власти нам не могут пойти навстречу вот по перекрытию движения. Почему? Потому что менталитет обычных граждан Москвы сложен на сегодняшний момент таким образом, что они хотят поехать на дачу. Вот. То есть они не понимают вообще о чем это. То есть они понимают, что они стоят, потому что кто-то бегает. Вот. Из-за кого-то, да, я стою, я бы давно уже приехал бы, да, шашлычки пожарил, а тут... Такая комплексная проблема. То есть там, не знаю, за полгода говорить о том, что вот, будет такое мероприятие, то есть власти должны с нами взаимодействовать, и мы должны идти одним фронтом. И за полгода говорить там схемы маршрута, разработать там, привлечь этих инспекторов ГИБГД, которые, у которых очень колоссальный опыт перекрытия дорог, они могут спланировать там, как трафик будет двигаться, использовать ту или иную. Этого ничего нет, в результате там какие-то, какой-то опыт есть перекрытия, есть куча недовольных людей, вот, поэтому тут надо, ну, как бы, большой такой, большой пиар с помощью властей, направленный на то, что ты вот автомобилист, но ты можешь тоже в этом поучаствовать, приходи поучаствуй, приводи ребенка, там, все будет круто, тебе будет медаль финишера, мы дарим каждому, кто преодолел медаль такую по индивидуальному дизайну, там, футболку финишера, то есть будет куча таких вот вещей приятных, вот, поучаствуй, вот, и это вот должно быть как танцы на льду, вот, я фигурно-катание вообще не увлекался, но, постоянно вот это вот, зомбир, они первые, второй, там, я не знаю, сколько их проекта было на разных каналах, так или иначе, у нас фигурно-катание стал популярным видом, и все понимают, что, думают, ой, это фигурно-катание, надо смотреть, вот, то есть, надо попробовать самому пойти, да, конечно, но фигурно-катание, это не прикладной такой спорт, он очень сложный, травматичный, да, просто очень много надо сопутствующих вещей, надо иметь коньки, надо иметь хорошую погоду, надо иметь каток, надо иметь деньги за каток, бег, вот, все, встал, пришел, переоделся, побежал, это 40 минут, там, от твоего дня, вот, на гигиену, да, здоровье, то есть, это очень удобный вид спорта, который можно постоянно, да, себя поддерживать, вот, и, может быть, начать с этого, там, кому-то понравится это, вот, кто-то, там, имея уже здоровье, там, в беге, может его перенести в велоспорт, там, может быть, с этого, вот, но в любом случае я хочу сделать акцент на том, что вот эта комплексная работа должна вестись именно от государства, потому что мы не в состоянии поднять вот этот вот весь маркетинг на такой уровень, чтобы каждый подумал, что, ну, спорт просто массовый, это хорошо, что им нужно заниматься, что, то есть вы в роли энтузиастов таких, да, энтузиастов, да, мы, вот, идем, у нас получается, потому что мы, в общем, ну, в общем, один из массовых, там, в своей, как сказать, в своей области, в своей области пробегов, вот, наверное, самый массовый, там, на полумарафон, у нас количество финишеров, еще в России, вот, в настоящий, не собирал ни один полумарафон, то есть, людей, которые финишировали за один раз, там, на дистанции 20 километров, вот, Миша, давай воспользуемся эфиром, по крайней мере, начнем именно с этого, вот, эту активную популяризацию, давай, поподробнее расскажи, вообще, уже какие прошли мероприятия, да, которые вы провели, какие планируете вы провести, в конце концов? Ну, на текущий момент мы создали пул из четырех мероприятий, вот, наша компания, это два полумарафона, осенний и весенний гром, это ежегодно проходит, ежегодно проходит, один триатлон, тоже самое количество, по количеству финишеров, то есть, триатлон, это сложный вид, надо иметь велосипед, было 600 финишеров, 600 участников, там, грибной канал кипел, вообще, очень динамично, не самому, там, в Карласском вы проводите? Да, да, вот, бежали, просто, очень, и людей много довольно, очень хорошо плачутся, вот, и вот сейчас, вот, дебют в лыжной гонке, которая, вот, будет прям, воскресенье, вот, кстати, с лыжными гонками, чуть попроще, в плане, вот, работы, вот, с местом проведения, там, не надо ничего перекрывать, вот, но это, связь с спецификой, да, со спецификой, там есть лыжный трасс, надо договориться с балансодержательным, вот, бег, триатлон, там, все, как бы, очень плохо, хотя очень популярные виды, там надо выходить на улицы, а улицы, это ГИБД, там, ВД, там, просто вот эти вот, друг, милиция, которая за общественный порядок, следит, вот, с ними. Каждый, скорее всего, да, стоит на позиции, что, ребят, ну, зачем, давайте спокойно жить. ну, если кто-то подписывается, они несут ответственность, то есть, он неправильно выставил постово, от которого вышла бабуля, который сбил велосипедист, он там неправильно срегулировал, какая-то там, и все такое. Взять не себя эту лишнюю ответственность. а зачем, вот это, если ему спускает команда, надо, вот это другое дело, как бы, вот, если идет вот такой вот, от нас, там, снизу, да, вот, возвращаясь, нам, конечно, вот, для того, чтобы был это бизнес, действительно, модель, успешная, вот, очень нужно в спонсорах иметь государство, вот, это мне тоже такой друг сказал, вот, по организации, на самый большой спонсор это государство, если они говорят, мы вам не согласуемся, мероприятия не будет, конечно, вот, но они должны понимать, то есть, они должны понимать, они вот, ну, то есть, опять же, спускаются сверху и говорят, сколько вы медалей там заработаете, 10, 10, и вот тренерам там, за сборную, вот, вот, как бы, вот это надо поменять, то есть, пускай будет 10 медалей, но зато у нас, не знаю, каждый второй, не по отчетам, как у нас, вы знаете, что у нас по официальной статистике, 160 лыжных трасс, на самом деле, в Москве, да, в Москве 160 лыжных трасс, я хотел себя уточнить, куча ретраков куплено, но они вот, вот, вот знаете, как бы, ретрак это дорогая штука, вот она куплена, да, ретрак, который снег, да, ретрак, да, недавно поправил, ретрак, вот, это такая штука, типа снегохода, только очень большая, там, она делает трассу, вот ее пора, ставят на трассу в 400 метров, это считается лыжной трассой, вот, то есть ее там, в теории бы, там есть такая очень хорошая, энтузиастская команда, которая делает в ромашковую трассу, вот, им бы отдать, то есть, ну, как вот, чуть-чуть, вот, либо людей там поменять надо, наверху, чуть-чуть подумать бы надо, наверху, да, кому эту технику купить, потому что они на нее бы молились, они бы ее чинили за свои деньги, и полмосквы бы в ромашках, хотя они там одним снегоходом делают лучше, чем у некоторых, вот, я говорю, что вот тут эффективность, конечно, потому что денег, действительно, вот, как я уже говорил, в эти коробки, в эти трассы, много тратится, вот, но надо тратить эффективно, надо, чтобы люди этим пользовались, да, да, возникает, опять, ощущение, ну, с коробками, которыми не пользуются, сказали, да, сверху сказали, ребята, в каждом дворе должна быть коробка, типа, давай, вот здесь коробка. У вас в регионе должно быть пять трасс, да, все, мы сделали, отрапортовали, сделали, и никто не пользуется никому, вот, в этом вот большая проблема, то есть, нам нужна помощь со стороны государства, но вот, куда мы не придем, вот, нам говорят, не, ребят, типа, вот, не дадим ничего, потому что, во-первых, коммерческая организация, да, 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 сами зарабатываете, сами, сами, во-вторых, да, вы еще и деньги берете с людей, а нам, ну, как бы, должно быть, мы говорим, ну, не вопрос, давайте все бесплатно, но, как бы, бюджет, тогда на вас бюджет, они говорят, нет, у нас все деньги там, как бы, бюджеты все уже. Да, печально, Андреш, давай, еще у нас мало времени, и буквально несколько слов, скажи, здоровья, да, ваших клиентов, я не знаю, делают советы, которые за ними следят, если это должны быть профессионалы, это не люди с улицы, наверное, да? Это не обязательно профессиональные спортсмены, что интересно, то есть, мы поняли, что удаленный тренер, это не тот, кто сам был профессиональным спортсменом, или, может быть, был профессиональным тренером, вот этих профессиональных спортсменов, советского периода, потому что у нас, совсем другая задача, у тренера задача, это отбор одного из ста, который выиграет медаль, А у нас даже нет задачи сделать... Медалисты. Не то, что медалисты. Максимальный результат даже не нужно показывать. Нужно баланс жизни сохранить. Нужно тренировать без травм. Нужно сделать так, чтобы человек был доволен, ему это комфортно. Ну и об остальном заботится, скажем так, методика. Мы ее скопируем с запада, потому что у них опыта намного больше выработано на всех любителях, чем у нас. Кто эти люди тогда? Они не профессиональные тренеры, я так понимаю. Это самые разные от тех людей, которые работали в фитнес-клубе, были профессиональными спортсменами. Кто никогда не был профессиональным спортсменом. Наш Дэвид Уорден не был ни спортсменом профессиональным, ни тренером. Но, тем не менее, он сейчас самый успешный тренер в России, что интересно. Я понял. Ну что ж, друзья, осталось совсем мало времени. Я хотел подвести итог нашего разговора, интересного разговора. Мы сегодня говорили на тему бизнеса и спорта. Все-таки акцент в основном на спорте. И причем даже не столько как возможности заработать, а только как возможности привить моду на здоровый образ жизни. Примить воду на то, что изначально в человеке заложено. А уже потом здоровый человек, наверняка, имея вот этот позитив, он будет и деньги зарабатывать, он будет и страну поднимать. Он будет жить так, как, собственно, и планировалось. Я думаю, что это правильный итог нашей программы. Спасибо огромное, Михаил Громов, Андрей Колпаков. Были сегодня в студии бизнес-класса. Уважаемые слушатели, вам спасибо, как всегда, за внимание. Всего вам хорошего. Успехов в бизнесе. До свидания. Спасибо вам.